ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Штрафы за повторное нарушение ПДД надо поднимать, и чем скорее, тем лучше. Это позиция главного полицейского страны Владимира Колокольцева. Глава МВД заявил, что есть водители, которые за один год могут десятки и сотни раз переступить черту закона. При этом никакие штрафные санкции их не останавливают. Значит, нужны меры воздействия, чтобы граждане сделали вывод, подчеркнул генерал. ТРАССА СТО ОДИН Любой житель Кирова может обратиться в ГИБДД и пожаловаться на нарушителей правил дорожного движения. Для этого надо предоставить фото или видеоматериалы. Именно так в этом году поступили почти тысячи жителей региона, информирует госавтоинспекция. В большинстве случаев нарушители были наказаны. Кроме того, по сигналам граждан, не являющихся участниками общественных движений, полицейские задержали более сотни нетрезвых водителей или водителей, которые отказались от теста на алкоголь. ТРАССА СТО ОДИН Государство снова грозится навести порядок в сфере такси. Речь идет о создании в ближайшем будущем федеральной базы извозчиков. А притворять эту задумку в жизнь начнут с Москвы. Там службы такси и агрегаторы хотят обязать передавать властям так называемые цифровые профили таксистов. Они будут включать в себя личные данные водителей, реквизиты их документов, наличие техосмотра, прохождение медосмотра и так далее. ТРАССА СТО ОДИН Грейт Вол озвучил стоимость пикапа Вингл Севен, продажи которого стартуют в России во второй половине октября. Это 1 миллион 750 тысяч рублей. Да, недешево. Для сравнения, цены на Тойоты Хай Люкс начинаются от 2,5 миллионов, а на Митсубиши Л-200 от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Китаец оснащен дизельным турбомотором мощностью почти полторы сотни лошадей. Привод полный, имеются пониженный ряд передач и блокировка дифференциала. ТРАССА СТО ОДИН Шкода тестирует мобильное приложение, с помощью которого можно определять те или иные неисправности в автомобиле. В основу разработки лег искусственный интеллект. Программа сравнивает звук, издаваемый, например, трансмиссией, кондиционером, рулевым управлением, с файлами, загруженными в ее память. Если есть отклонения, значит узел надо ремонтировать. Компания таким образом надеется ускорить процесс технического обслуживания авто. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН